МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа новости Сургут-24. Здравствуйте! В студии Валерия Кудрявцева. Несколько тем этого выпуска. С какими вызовами сталкивается энергетическая отрасль и насколько тема импортозамещения актуальна для нефтегазодобычи. Съемочная группа нашего телеканала работает на крупнейшем профильном форуме в Москве. Из Сургута в учебный центр. Несколько десятков добровольцев из нескольких муниципалитетов Югры отправились на подготовительные сборы к участию в специальной военной операции. И Сургутский музыкально-драматический театр вернулся с международного фестиваля, где получил много положительных оценок, какой спектакль понравился экспертам. Сегодня второй день российской энергетической недели. В международном форуме в Москве принимает участие более трех тысяч человек из 70 стран мира. В рамках Конгресса проходит более 40 мероприятий. Это рабочие сессии, круглые столы. Цель форума – как демонстрация перспектив отечественного сектора добычи и переработки углеводородов, так и оценка и расширение потенциала сотрудничества в сфере энергетики. На самом высоком уровне также обсуждают вызовы, с которыми сталкивается отрасль, вырабатывают решения проблем развития газовой, нефтяной, угольной промышленности, нефтехимии, атомной, гидро- и электроэнергетики. В столице Российской Федерации на форуме работает съемочная группа телеканала «Сургут-24». Ханты-Мансийский автономный округ является базовым по добыче черного золота в нашей стране. И глава региона подчеркнула, что Югра готова выполнить заказ, который сформирует Российская Федерация. Пока, по прогнозам аналитиков, на 2023 год спрос на нефть увеличится. Он составит примерно плюс 2 миллиона баррелей в сутки. Однако эксперты на площадке обсуждали совершенно разные сценарии. От катастрофического уменьшения объемов добычи черного золота при остановке, замедления работы месторождений до его увеличения. Сошлись в одном. Необходимо дальнее планирование, необходимо вкладывать ресурсы в отечественные разработки. Импортозамещение остается во главе угла сегодня. Что касается нефтедобычи, до 80% нефтедобычи – это уже российские разработки оборудования и технологии. Оставшиеся 20 имеют свою специфику. Это направление, которое больше всего уходит в систему ИКТ, программирование. Действительно, нефтяники начали заниматься этой темой заранее, и это, как оказалось, работает и востребовано. И такие проекты, они уже есть, а следовательно, учитывая соотношение, которое я сказала выше, они востребованы. Хотя рынок есть рынок, и у кого технология будет лучше, у кого возможности, себестоимость произведенной продукции, его качество максимально ответить на запросы, например, нефтяников, Это, безусловно, всегда остается на витрине магазина. Главным событием первого дня стало пленарное заседание. На нем выступил президент Российской Федерации. Владимир Путин говорил об энергетическом кризисе в Европе и его причинах. Негативных последствиях обсуждаемого введения потолка цен на российское черное золото для зарубежных потребителей. О выгодоприобретателях после атак на северные потоки – политики картеля ОПЕК+. Глава государства подметил, что Россия – один из ключевых участников глобального энергетического рынка по добыче и экспорту угля, нефти и газа. По объемам выработки электроэнергии наша страна входит в число мировых лидеров. Несмотря на санкционное давление и диверсии на инфраструктуре, Россия продолжит обеспечивать стабильную энергетическую безопасность, развивать связи с теми странами, которые в этом заинтересованы. Объем добычи нефти уже преодолел спад и находится даже несколько выше уровня прошлого года. Планируется, что такая тенденция сохранится и дальше. В последние десятилетия российская нефтедобыча оказалась в значительной степени зависимой от иностранного оборудования и сервиса. Но уже к 2025 году мы планируем довести долю отечественного оборудования в отрасли до 80%. Таким образом, несмотря на уход западных компаний с российского рынка, сами себе только хуже делают. Мы сможем обеспечить добычу нефти в необходимых объемах. Сегодня от здания военного комиссариата в Сургуте в учебный центр отправились десятки добровольцев. Мужчины из нашего города и из нескольких соседних муниципалитетов Югры, таких как Сургутский район, Нижневартовск, Мегион и других, сами приняли решение отправиться в зону специальной военной операции на защиту чести страны. Многие признались, что выбор для них хоть и был тяжелым, ведь у большинства есть семьи, дети, жены, но поступить по-другому не позволило бы совесть. Провожали все, вся семья, а чувства, какие чувства? Чувства долго? Считаю, только из-за этого. Я считаю, если сомневаешься в чем-то, то смысл вообще идти туда. А с какими чувствами? Есть ли такая профессия на родину защищать? Уходим героически. Либо мы здесь, ой, либо мы там, либо они тут. Мы сделали выбор, что лучше мы там их остановим, чем они когда к нам придут домой. Надо. Родина сказала, надо. Резервист ответил, есть. За спинами каждого большие рюкзаки со всем, что может пригодиться во время прохождения военной подготовки и службы. Многих к военному комиссариату пришли проводить жены и дети, отцы и матери. И все они желали одного – поскорее вернуться домой. Мне кажется, больше он нас поддерживает, чем мы его на самом деле. Были готовы, ждали на самом деле. Поддерживает нас, говорит, не плачьте, девчонки, вернусь скоро. Все будет хорошо. Многих знакомых уже призвали, поэтому готовились. И пришла и нам в нашу семью повестка. Гордимся, ждем домой поскорее, чтобы вернулся. Полицейские с Иркутского района сменили летнюю форму на зимнюю. Перед зданием отдела внутренних дел прошел строевой смотр личного состава. Его проводил руководитель подразделения Олег Савельев. Начальник ОМВД убедился в готовности подчиненных к несению службы. Вместе с главами подразделений ведомства проверил служебное удостоверение о состоянии формы, аккуратности и правильность нашивки погон. Размещение знаков отличия, эмблем, шевронов, соответствие обуви, наличие нагрудных и нарукавных знаков. Замечаний и нарушений не выявлено. Стражи порядка готовы выполнять поставленные задачи в осенне-зимний период. Чем отличается тайский бокс от традиционного? Сложные ли тренировки? Эти и другие вопросы задавали ученики 26-й школы, двукратной победительницы первенства мира Анастасии Тихоновой. 13-летняя спортсменка накануне провела для ребят зарядку. На мастер-классе сургутянку сопровождал ее тренер. Илья Гриненко помогал объяснять технику упражнений. И он, и его воспитанница отмечают, что подобные встречи – хороший опыт как для чемпионов, так и для детей. Для последних, например, это отличная возможность понять, понраву ли тот или иной вид спорта и как записаться в секцию. Они с тебя берут пример. Им тоже, например, интересно. Может, потом они попросят своих родителей, чтобы они их тоже записали на такую секцию. Например, сегодня мы отрабатывали элементы тайского бокса. Может, кого-то заинтересовало. Придут к нам в зал, будем растить новых чемпионов. Я помню, как первая тренировка мне, вот Олег Сергеевич только все объяснял, показывал. Ну, пока что я не рассматриваю себя в роли тренера. Я планирую еще выступать и уже уходить в профессионалы, выступать в каких-то там крупных промоушенах. Взаимодействуют с именитыми спортсменами Сургута представители мэрии. Зарядку с чемпионами для школьников начали проводить с октября. На этот месяц запланировано 22 тренировки и 14 подобных мастер-классов намечено на ноябрь. Впрочем, как говорят специалисты Управления физической культуры и спорта администрации муниципалитета, если будет заинтересованность у учеников, программа получит продолжение. Со стороны атлетов отклик есть. Наши чемпионы идут с огромным удовольствием. После зарядки с чемпионом они с удовольствием отвечают на вопросы. Вопросов очень много от учеников. И они пропагандируют здоровый образ жизни, систематические занятия физической культурой. И все это, естественно, в рамках антинаркотической направленности. И в дальнейшем мы, конечно же, планируем продолжать эти мероприятия. Но все будет зависеть от отклика. Искусство, молодость, эксперимент – девиз работы Сургутского музыкально-драматического театра. В постановке режиссеры стараются добавлять побольше нового, современного прочтения классических пьес. Такой подход оценили и критики. На неделе актеры театра вернулись с международного фестиваля, где получили много положительных оценок. Какой спектакль так полюбился экспертом и смогут ли его увидеть сургутяне, расскажет Андрей Лобов. Оценили зрители и эксперты. Сургутский музыкально-драматический театр выступил на сцене международного фестиваля «Липецкие театральные встречи». Наши актеры представили спектакль «Легенда о Гамлете». Эта новая постановка – премьерный показ состоялся в марте этого года. Это у нас как раз в Липецке был уже десятый, можно сказать, юбилейный фестиваль. Ну, для спектакля это, конечно, мало. То есть он у нас только-только, можно сказать, наш ребенок встал на ножки, и еще, держась так за диванчики, потихонечку пошел. Так что, я думаю, нового будет еще много. Работы там предстоит непочатый край, на самом деле, есть куда двигаться. «Липецкие встречи» – это старейший театральный фестиваль в России. Он проводится в 38-й раз. Сургутский музыкально-драматический театр стал самым молодым участником программы. Наш коллектив работает 23 года. Этот факт стал одной из отличительных черт труппы, которую оценили критики фестиваля. На специальный приз за художественное оформление, за смелое, опять же, прочтение самой, скажем так, популярной пьесы Шекспира. Это тоже лестно, потому что, опять, все, как мы и задумывали. Искусство, молодость, эксперимент. Пока мы справляемся с этой задачей, у нас все получается. Ребята себя показали, других посмотрели. И это важно для роста, для роста творческого. Оценил спектакль и липецкий зритель. Для артистов живой отклик всегда приятен. Аплодисменты в зале, как отметили актеры, лучшая награда за долгие месяцы упорной работы. Был зал, наверное, процентов на 90 заполнен. Все они в конце аплодировали, вставали. То есть нас приняли хорошо. Это тоже было приятно, что и зрители, которые, в принципе, видят много разных спектаклей, в том числе и там близко московские театры приезжают очень часто. То, что нас так приняли, было приятно. Значит, мы хорошо продемонстрировали свое мастерство, скажем так. Насладиться постановкой, которую оценили на российском уровне, еще есть возможность и у сургутян. Даже если вы уже бывали на примерных показах, актерам есть, чем удивить зрителя. За полгода спектакль много раз дополняли новыми элементами. Следующий показ «Легенды о Гамлете» пройдет 14 ноября. Билеты можно приобрести и по Пушкинской карте. Это была последняя информация о выпуске. Корреспонденты телеканала «Сургут-24» продолжают следить за развитием событий. Самая актуальная информация в удобное для вас время доступна в официальных аккаунтах в Телеграм, ВКонтакте и на нашем сайте. Впереди еще прогноз погоды после коммерческого блока. Я благодарю за внимание. До свидания. «Легенды о Гамлете» Покупай и в десятку попадай! Совершай покупки в ТРЦ «Сургут-Ситимол» и получай шанс выиграть «Киарьё Икс»! Десять лет нам, а подарки дарим вам! Жители поселка Белый Яр говорят о своем поселке так. Мы не спутник «Сургута», мы отдельный мир. Это так. Мир красивый, современный и вместе с тем уютный. Именно здесь расположился жилой комплекс «Яркий». В доме представлены готовые одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 35 квадратных метров с уже предчистовой отделкой. Не забывайте про экономию на ЖКУ до 30% и возможность купить квартиру без первоначального взноса. Подробности по телефону в «Сургуте» 765-708. Телеплюс. Провайдер «Тоего города». Да я тебе говорю, шашлык нужно постоянно переворачивать, а то сгорит. Да не, я в интернете одно видео смотрел. Людка, у тебя тут ни одного комара ранит. Как так? При посадке грибов на участке главное один секрет знать. Арбуз вырастить? Да легко. Просто нужно отказаться от трех ингредиентов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Новости и интервью. Развлекательные программы. Объективно о работе правительства и жителях Сургута Югры на Рутюб-канале ОМЕДИА. Сургут 24. Подпишись, будь с нами в центре событий. Рутюб-канал ОМЕДИА. Сургут 24. 16+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова